друзья всем привет с вами михаил авиаблогер из екатеринбурга сейчас я нахожусь в верхней пышме это соседний с екатеринбургом город здесь находится музей у гмк здесь очень много выставок экспозиции и одна из них это музей авиации туда мы сейчас и пойдем и будет и 2 и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok Ну вот вы видите, это основная информация о самолете, а не конкретно об этом борте. Поэтому я постараюсь сейчас вам дать информацию об этом борте, о его истории с начала выгрузка и до сегодняшнего дня. Дальше самолета Аэрофлота тоже не информативно, то есть нет никакой таблички ни об этом самолете, ни об истории его эксплуатации, конкретно этого борта. ДимаTorzok Вот он в таком разобранном состоянии находится. Я думаю, для тех, кто интересуется, это будет очень полезно посмотреть, из чего он состоит. Лопасти, другие элементы двигателя. Самолет Ан-12 Следующий экспонат, военный самолет, тоже, к сожалению, не подписан. Честно говоря, надеялся, что все экспонаты будут подписаны, но не знаю, как долго он тут стоит и почему до сих пор нет таблички. Было бы интересно почитать. Вот очередной самолет, я даже не знаю, какой у него тип и что это вообще за самолет такой. Есть портовой номер 5302528. Если вы знаете, что это за самолет, напишите. Может быть, вы уже вернули. Я все-таки постараюсь в интернете найти какую-то информацию. Еще один военный самолет. Здесь какой-то разобранный самолет. Ну, наверное, вот, кстати, тот, который был перед этим. Вот у него пушки есть. Сзади кабина. Вот он состоит из каких деталей, можно наглядно посмотреть. Вот его крыло. Видимо, заднее, заднее оперение. Я не профессионал, поэтому могу неправильно назвать. Я всего лишь авиаблогер, любитель. Вот еще один самолет. Ну, похож, наверное, на миг. Хотя я могу ошибиться, конечно. Тоже все не подписано, к сожалению. Пока что мы идем. Детали самолета. Но это больше для специалистов. Так, вот у этого самолета, кажется, есть какое-то обозначение. Так, это МиГ-15. Вот так он выглядит. Заглянем в кабину. Хорошо. 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 Нашлось место вертолета Вот здесь на табличке должно было быть наименование, но, к сожалению, ничего нет Бортового номера тоже нет, сказать ничего не могу Еще один вертолет Термен Термен, ну термен Давай, иди, иди У меня тут пишут, даже что было в формате Следующий вертолет более сохранившийся, даже более открытый Я вот не вижу возможности залазить в эти экспонаты Наверное, такой возможности нет, по крайней мере, вот в эти Так, видно вам или нет на солнце? И еще один маленький вертолет, вот похож на Ми-1 или Ми-2 Это по воспоминаниям из предыдущих музеев, где я был Что-то такое, наверное, Ми-1 может быть Так он выглядит Давайте заглянем в кабину Помните, в музее Оренбурга я был в таком вертолете, вроде бы это Ми-1 Я могу ошибиться И там как раз я залазил в кабину, и там это можно сделать Там было очень информативно А здесь, кстати Нет, это Ми-2 Друзья, все, кто думал, что Ми-1 вместе со мной ошиблись Это Ми-2 Видимо, здесь есть возможность, ну, по крайней мере, подойти Давайте попробуем Нет, все-таки очень сильно закрыто, не попасть Вот так, друзья, выглядит внешняя экспозиция Сейчас мы пойдем вот в то здание и посмотрим там уже военную авиацию, военного времени Но прежде чем мы пойдем в музей, я вам хочу показать, что здесь есть еще Здесь есть военная советская техника Музей действительно большой Там то здание планетарий, если вы видите Здесь еще техника И рядом даже есть военные корабли Там дальше стоят поезда И даже есть подводная лодка Очень рекомендую этот музей к посещению Здесь каждый из вас интересующийся историей Особенно военной техникой И не только военной, но и гражданской Может найти что-то свое А можно даже и много чего То есть все посмотреть сразу Можно купить билет в отдельную экспозицию Можно купить на все сразу Вот такой замечательный музей Рекомендую Друзья, буквально еще два экспоната Перед входом в музей Все никак я в него не могу попасть Потому что снаружи есть что посмотреть Вот такой вот замечательный самолет Двигатели Пушка Давайте заглянем сюда Не знаю, видно вам или нет И буквально еще вот тот экспонат посмотрим И зайдем в музей Бомбардировщик Пе-2 Бомбардировщик Пе-2 Бомбардировщик Пе-2 Бомбардировщик Пе-2 Мотор музея рекомендовали начать с четвертого этажа, здесь портреты летчиков и со стороны лифта открывается вид на закрытую экспозицию, она находится в таком полутемном состоянии почему-то. Я надеюсь, что мой телефон передаст картинку, но еще мы туда спустимся, вот это третий этаж идет, подсвечено видимо дизайнерски, но не знаю, это индивидуально, а для съемок это не очень подходит, по крайней мере на телефон. Все что могу, мой телефон выжимает, пытаюсь направлять на свет, вот смотрите. Здесь есть какая-то виртуальная визуализация полета самолетов. Напоминаю, что я сейчас нахожусь на четвертом этаже и снимаю третий этаж. Сейчас я туда спущусь, не знаю, есть ли проход по лестнице, но, наверное, на лифте. Давайте перед тем, как спустимся на третий этаж, посмотрим еще слева. Друзья, тут все-таки лестница есть, но давайте спустимся на лифте. Всего лишь один этаж. Двери закрываются. Третий этаж. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я, наверное, ничего говорить не буду Покажу поближе таблички возле каждого экспоната Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Света чуть больше, это хорошо. И здесь есть даже авиасимулятор. Давайте начнем с него. Друзья, на первом этаже здесь есть авиасимулятор. Давайте с него и начнем. Звуки, которые вы слышите, это имитация диспетчерских переговоров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...